В двух типах предложений, it – это местоимение для того, чтобы сделать безличное предложение, и целую кучу моментов мы для вот этих двух структур сейчас с вами отработали, то есть частично мы сделали. Что мы сделали? Мы сделали с вами, то есть вот можно сказать, что что-то мы уже с вами отработали. Мы сделали существительное, то есть можно их закрасить, существительные мы сделали. Что с существительными, какие особенности? Что существительные бывают во множественном числе и в единственном, для того, чтобы образовать множественное число, s или es добавляется. Один момент еще мы не проговорили, это чтение этого s или es. Давайте сюда уйдем. Смотрите, слово cat. На какой заканчивается? Голос есть на конце или нет? Cat. Нет голоса. Значит, окончание тоже без голоса. Cats. Dog. Есть голос? Есть. Dogs. Окончание тоже с голосом. Дальше. Boy. Есть голос? Есть. Есть голос? Окончание тоже с голосом. Boys. Так. Pen. Есть голос? Pen. Есть. Значит, pens. И здесь нельзя оглушать. Как только мы оглушаем, мы получаем другое слово. Если мы сказали не pens, а pens, это получилась монетка pens. Поэтому оглушать нельзя в английском языке, иначе получится не то слово. Так. А теперь поехали к тем словам, которые у нас на шипящие заканчивались. То есть есть голос с голосом окончания. Нет голоса без голоса окончания. Здесь все понятно. А теперь у нас вот bush, bush is. Да. Fox, fox is. То есть из будем читать, если что-то шипит. Например, изменение change. Изменение я. Changes. Да. Чтобы было слышно окончание. Если шипит, из. Чтобы при помощи и отделить окончание. Нет голоса с. Есть голос с. Все. Три варианта чтения. Так, значит, исключения у нас бывают из множественного числа. То есть окончание s или es. Шипящее. F или fe. Мы тогда его меняем на v и добавляем es. Так. O и y. А также исключения у нас может быть изменение формы. Мужчина-мужчина, женщина-женщина, ребенок-дети в основном. Корневая гласная две u, o, o, которые читаются как u, меняются на i. И слова не меняют свою форму в принципе. Либо существительное имеет только форму единственного числа, или только форму множественного числа. Дальше. Мы у существительного образовываем притяжательный падеж так, чтобы он отвечал на вопрос чей. При помощи апострофа и s, либо предлога of. Местоимение тоже может быть подлежащим. Это могут быть местоимения те, которые отвечают на вопрос кто что, либо словосочетание с теми местоимениями, которые чей, мой, твой, его, ее и существительное. Также местоимения могут быть объектными, это все остальные падежи, и возвратными, это когда себя, себе. Также разновидностью местоимения являются местоимения указательные. Это тот, эти, те. Вопросительные, кто, что, кому, где, когда, почему, который. И неопределенные, те, которые some, any, no, every. И их производные со словами body, thing, when и where. Которые образовывают somebody, nobody, everybody, anybody, someone, everyone, no one, anyone. Также something, anything, everything, nothing. И somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. Так, и есть у нас артикли, которые стоят перед существительными. Артикли нужны для того, чтобы показывать, что это что-то новое или это что-то конкретное. Есть неопределенный артикль и определенный. А также есть случаи, когда мы артикли не употребляем. Неопределенный артикль используется только перед единственным числом, когда мы хотим показать, что это что-то новое, и это в единственном числе, оно какое-то, либо это что-то любое, неважно какое. Запоминаем, что после be и после have мы используем в единственном числе только с a, и если мы описали что-то при помощи прилагательного, то тоже используем a, потому что это новая информация. Если это что-то конкретное, надо брать the, неважно, единственное или множественное число. Перед подлежащим или когда где, мы тоже ставим the. Два случая, которые мы запоминаем, какой по счету и самый-самый, мы тоже берем the, не думая почему. Также the используется с географическими названиями. Это когда вода, все, что водное, и нет воды, за исключением озера, если есть слово озеро. Когда это что-то во множественном числе, это могут быть группы островов, озер или же гор, либо это страны, которые называются по-русски, звучат во множественном числе, либо это страны с важными названиями республика, федерация или королевство. Также важные названия это всякие университеты, какая-нибудь там Беловежская пуща и так далее, когда что-то вот хотим придать важности этому объекту. Также планеты, звезды, север, юг, восток, запад, и все, что придает важности какому-либо объекту, он несет какую-то важность, идет с the. Мы не берем никакой артикль, если есть отрицательное слово no, которое показывает отсутствие предмета. Если сказано, сколько этих предметов. Если есть слова some, any, every, либо это анкетные данные, либо же функция определенного артикля выполняется другими словами, конкретизирующими этот предмет. Этот, тот, эти, те, мой, твой, его, ее, и чей дядин, мамин, папин и так далее. Я надеюсь, что через час после того, как мы вернемся с обеда, эти знания улягутся немножечко, так утрамбуются, и у вас будет свободное место, чтобы класть туда следующее. Это будут прилагательные наречия, глагол быть, глагол иметь, и, надеюсь, сегодня мы успеем все времена. Жду вас здесь через час. Продолжение следует...